Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren! О, что-то я по-немецки начал говорить. Добрый день, дорогие любители музыки! Перед вами, как всегда, настройщик гармонии Баянов Сергей Замбровский. Мой день продолжается, рабочий день. Сейчас только что посчитали, он принёс новую заявку, новый заказ, срочный заказ. Поэтому сейчас я переведу кадр на моё рабочее место. Вот эти инструменты я должен настроить. Настроить кое-что, реставрировать кое-что, изменить тональность и так далее, и так далее. Вот эти инструменты у меня, как говорится, по плану идут. А это срочный заказ, вот это. Извиняюсь. Это срочный заказ. И сейчас я, пользуясь случаем, если меня смотрят мои уважаемые подписчики, пользуясь случаем, сейчас я раскрою пакет. И для интереса покажу, что в этом пакете. Потому что очень многие люди обращаются ко мне по телефону и спрашивают, вернее задают различные вопросы насчёт ремонта. Как это сделать, как то сделать, чем заклеить, чем приклеить, чем оторвать и так далее. Поэтому, пользуясь случаем, я сейчас могу показать, какие часто встречаются неисправности. То есть, как их избежать или локализовать, либо как устранить эти неисправности. Поэтому, я бы мог спокойно сидеть и настраивать инструменты. Но, в силу того, что многие люди просят, объясни это, расскажи то. Вот, как говорится, я и рассказываю. Ну, причём на живом примере. То есть, не что-то там искусственное, что-то выдуманное, что-то где-то услышанное. А на живом примере, можно сказать, то есть, что на самом деле происходит с инструментами. Как они приходят в непорядок или как они приходят к поломке и так далее, и так далее. Вот, сейчас перед вашим взором и перед моим 301-я знаменитая тульская гармония. Она снята с производства. Вот этой гармонии, грубо сказать, 40 лет, 35, где-то так. Вот, внешний вид, конечно, здесь уже очень многое потеряло свою первозданную свежесть. Вот это мною всё будет заменено. Лакировка здесь и заменена. Вот эти все внутренности, я имею в виду вот это старое, там, которое внизу покрытие, оно будет мною снято, я имею в виду вот эти вещи. Вот, они уже превратились в какой-то фильтр. Вот. Здесь будет два ремня, конечно. Новые, стандартные ремни будут. Здесь тоже новый ремень будет. Вот, потому что он уже пропитался потом и неизвестно чем. Тут точно так же будет заменена вся внутренняя вот эта, я имею в виду, фильтра вот этих, все там, которые ему уже 40 лет этим тряпочком. Вот, теперь, допустим, это по внешне, по внешнему осмотру, да. Вот, теперь, конечно, он сам играет, то есть гармонь сама играет, там что-то там провалилось, что-то там отклеилось, что-то там отвалилось, в басах, я имею в виду. То есть я ничего не нажимаю, но что-то там надо открывать, смотреть, какой-то бас, он не даёт музыканту играть. Второй снизу бас. Вот, он репит, ни одной песни ты не сыграешь на этой гармонии, это ясно. Ясно и коню, как говорят россияне. Так, поэтому... Тут внизу, конечно, вот здесь неровные клавиши, одна выше, другая, ниже. От чего это происходит? От того, что гармонист за подоконник задевает, либо за край стола, либо ещё где-то за какой-то косяк, и поэтому они вот так торчат, вот эти клавиши. Это я уберу, безусловно, то есть они будут ровные все. Вот, так что, вот такие мелочи, ну, они, когда исполнитель что-то играет, конечно, они мешают исполнителю сосредоточиться на произведении. Вот чему они мешают, вот эти мелочи. Сейчас бесполезно слушать, потому что этот басни ничего не даёт делать. Итак, за работу товарищи, а точнее товарищ, это я, согласно русской поговорке, с утра выпил, и целый день свободен. Но тут немножко наоборот. Сначала нужно хорошо закусить, а потом работать. Так что я буду заниматься этой гармонией, в любом случае. В конце концов, я покажу, как она звучит, как она выглядит после моей работы, после моей настройки. Итак, всего доброго, дорогие друзья, с вами был настройщик и музыкант Сергей Замбровский. Алис гуте, чус сервус.